На Украину не давит, но она сопротивляется На Украину не давит, но она сопротивляется В Киеве не видит оснований для расследования деятельности Джозефа Байдена и его сына 7. Газета «Коммерсант» номер 178 от 1 октября 2019 года Строение 6. Власти Украины дают понять, что оснований для расследования ими деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера нет При этом президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина – независимая страна и приказывать ее руководству что-то делать не может никто Тем временем главный сторонник начала такого расследования, президент США Дональд Трамп, по-прежнему утверждает, что ни о каком давлении на Киев речи никогда не шло А значит, нет и причин для запуска процедуры импичмента Государственной изменой он считает действия добивающихся его отставки демократов Скандал вокруг Джозефа Байдена и его сына Хантера по-прежнему остается в центре внимания как в Киеве, так и в Вашингтоне 30 сентября президент Владимир Зеленский ясно дал понять, что Украина не ведет уголовное расследование по просьбе других стран «Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна», – заявил он, не став комментировать по существу скандал вокруг Джозефа Байдена и его сына Хантера «Мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне», – пояснил президент Украины «Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона» Напомним, что громкий скандал в отношениях между Киевом и Вашингтоном начался в связи с просочившими со в СМИ утверждениями неназванного сотрудника американской разведки о том, что во время июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп оказывал на него давление Сообщалось, что президент США добивался начала на Украине расследования деятельности сына Джозефа Байдена, Хантера Байдена, который ранее входил в совет директоров компании «Боризма» Владеет лицензиями на разработку газовых месторождений Украины Конечной целью якобы была дискредитация Джозефа Байдена, наиболее вероятного противника Дональда Трампа на президентских выборах 2020 По мнению Дональда Трампа, Байден-младший мог быть причастен к коррупционным схемам Суть обвинений ранее пояснял адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани Он утверждал, что Хантер Байден получил легализованные незаконным путем средства на сумму 3 миллиона долларов от Украины и на сумму 1,5 миллиарда долларов от Китая Знал ли Обама, 44-й президент США Барак Обама, твердый знак, что сын его вице-президента, которому было поручено выделение миллиардов долларов Украине, зарабатывает миллионы долларов в руководстве одной из самых коррумпированных украинских компаний Босс Хантера Байдена украл 5 миллиардов долларов у Украины и подался в бега Знал ли об этом Обама, одобрял ли он это? Написал ранее господин Джулиани В. Твиттер В МИД КНР информацию о передаче денег Хантеру Байдену назвали полностью ложной Как стенограмма беседы президентов США и Украины заслонила дискуссию на Генассамблее ООН Нынешний генпрокурор Украины Руслан Рибошапко от комментариев пока воздерживается А вот его предшественник Юрий Луценко, май 2016-го, август 2019-го года, занял однозначную позицию В интервью P.E.B.C. он заявил, что причин для расследования в соответствии с украинским законодательством нет При этом господин Луценко отметил, что, будучи генпрокурором, встречался с Рудольфом Джулиани, который спросил его, можно ли провести на Украине расследование относительно семьи Байден Я сказал ему тоже, что сказал вам, это не моя юрисдикция Это может быть юрисдикция США Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины, таков был мой ответ, сказал экс-генпрокурор Такое давление на украинские власти американские демократы восприняли как повод для начала процедуры импичмента Дональда Трампа После этого соратники президента выдвинули ответное обвинение в адрес своих политических противников Так, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Новоро заявил в эфире CNN Что речь идет о неприкрытой попытке госпереворота со стороны радикально настроенной части демократов А сам Дональд Трамп обрушился с критикой на председателя комитета по разведке палаты представителя демократа Адама Шифа За то, что тот в ходе слушания исказил текст стенограммы разговора президентов США и Украины Адам Шиф незаконно сделал лживое и ужасное заявление и зачитал его Конгрессу и американским гражданам Оно не имеет отношения к тому, что я говорил во время разговора Арестовать за государственную измену Написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter На защиту главы Белого дома встал и его адвокат Рудольф Джулиани Он обратил внимание на интервью Юрия Луценко, призвав не верить словам коррумпированного прокурора Не могу поверить, насколько слепы стали наши СМИ, написал он в Twitter Они слепо используют слова коррумпированного прокурора, который закрыл дело Байдена и его сына и его коррумпированной компании Расследования не было Где итоговый доклад? Как стенограмма телефонной беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского сыграла на руку их противникам Тем временем, как сообщил в эфире Радио НВ руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры САП Украина Назар Холодницкий Боризма Наравне с целым рядом других компаний фигурируют в деле об отмывании 33 миллиона долларов При покупке инфраструктуры для перевалки нефти в Херсонской области Но никаких конкретных фамилий сейчас в этом деле нет В этом производстве не фигурирует ни Николай Злочевский, единственный акционер Боризма Твердый знак, ни Джо Байден Оно звучит формально так, по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии Байдены, ни отец, ни сын, в рамках проводимого нами производства не допрашивались и не вызывались Заявил господин Холодницкий Более того, по его словам, расследование коррупционного дела было закрыто еще в августе 2017 года После того как следователям не удалось найти никаких доказательств в причастности кого-либо из чиновников к отмыванию денег Да и сам факт существования этих отмытых 33 миллиона долларов был поставлен прокурорами под сомнение Из-за чего производство было остановлено Позже, в начале 2018 года, дело было открыто вновь по формальным обстоятельствам Но с тех пор, как признался глава САП, оно не расследуется Детективы и прокуроры не понимают, что там сейчас надо расследовать Подвел итог Назар Холодницкий Павел Тарасенко, Матвей Шиманов, Киев